Бизмилляхи рухмяна рухим. В предыдущих разговорах мы объяснили, а также доказали, посредством разума, аятов и хадисов, что каждый, кто не является специалистом в области исламского шариата, должен следовать таковому. Также мы ранее обещали внести ясность в это понятие, что значит быть специалистом в области исламского шариата, так как к большому сожалению появились люди, которые очень сильно хотят себя считать таковыми и думают, что у них все получается, но на самом деле не имеют даже малейшего представления о сути. И самое интересное, всю массу таких людей составляют либо не имеющие образования и какой-либо связи с исламскими науками, или же недоучившиеся. Хочется отметить, что мы не призываем всех следовать за специалистом с той точки зрения, что нет другого выбора и выхода. Нет, это абсолютно не так. Если кто-то не хочет быть таковым, пожалуйста, идите, постарайтесь и достигните определенной степени и следуйте выводам, основанным на профессиональном знании. Это не только является дозволенным, но и поощряется в исламе. Если же у вас нет такой возможности или желания, только в данном случае мы говорим, что вам надлежит следовать выводам специалиста, а не строить из себя такового, тем самым вводя остальных в заблуждение. Итак, человек, который хочет стать специалистом в области исламского шариата или уже является таковым, должен владеть следующими науками. В противном случае он не имеет права называть себя таковым и утверждать, что может понять законы из аятов и хадисов. Первое. Владение арабским языком. Так как первоисточники шариата, Коран и Сунна в оригинале написаны на арабском языке, то каждый, кто хочет самостоятельно извлечь из них шариатские положения, должен изучить арабский язык в достаточной для этого степени. А это значит, что он должен хорошо владеть грамматикой арабского языка, морфологией, синтаксистом и так далее. И также риторикой, чтобы уметь понимать метафоры, метанимию и так далее. А также можно отметить, что 1400 лет назад слово могло иметь один смысл, а сейчас оно имеет другой. И то, что слова иногда применяются в терминологическом значении в хадисах, а иногда в языковом. И надо учитывать все это. Все это значит, что одно лишь умение говорить на арабском языке никак недостаточно, тем более если говорить человек будет на каком-либо арабском диалекте, а не на литературном. В итоге человек, желающий самостоятельно понять шариатские положения, ни в коем случае не должен следовать переведенным аятам и хадисам, тем более не зная переводчика и степень его знания. Не зная арабский язык, никто не имеет права утверждать то, что может понять те или иные законы шариата, так как начало пути должно строиться на знании и уверенности, а для этого нужно самому уметь понимать первоисточник или удостовериться в правильности перевода. Второе. Понимание Корана. Многие из аятов Священного Корана неоднозначны и не имеют одного явного смысла. И также из хадисов нам известно, что в Коране существуют отменяющие и отмененные аяты, обусловленные и необусловленные. Необусловленные – это те, значения которых нет определенных условий для выполнения какого-либо действия. К примеру, если хозяин прикажет своему слуге, чтобы он напоил соседа, следующими словами – напои одного соседа и не укажет на качество, отличающее одного соседа от другого, то это значит, что приказ не обусловлен, и слуга вправе напоить того, кого он захочет из соседей. В Коране также имеются общие и частные аяты. Что это значит? Общие аяты – это те, смысл которых распространяется на всех без исключения, кто подпадает под категорию того, о чем идет речь. К примеру, если хозяин прикажет слуге, чтобы он напоил соседей, следующими словами – напои соседей или напои всех соседей, то это значит, что он должен напоить их всех без исключения. Также очень важно отметить, что в Коране многие на вид необусловленные и общие аяты в действительности являются обусловленными последствием других аятов и даже хадисов. То есть другие аяты или хадисы определяют и сужают их смысл, поэтому не обращаясь к другим аятам и преданиям, практически невозможно понять, обусловленным ли является аят или нет, и также общий он или нет. Неумение и неспособность определить вид аята может привести к большому заблуждению, то есть к запрету дозволенного, если, к примеру, спутать частный запрещающий что-либо аят с общим аятом, и к дозволению запретного, если понять обусловленный запрещающий аят как необусловленный. В итоге, чтобы понять один аят, человек должен проделать большую работу. Во-первых, правильно перевести его, далее понять смысл, который хочет донести до нас Аллах. Также нужно понять вид аята, отмененный он или нет, обусловленный он или необусловленный. Общий или частный. И все это нужно для того, чтобы вывести правильное и соответствующее решение. Следующее это хадисоведение. Для понимания и применения любого хадиса очень важно правильно понять текст первоисточника и его смысловое содержание. И также рассмотреть цепочку хадиса для того, чтобы удостовериться в его правдивости. Наука фик-куль-хадис помогает человеку правильно понять текст и его содержание, а наука риджаль помогает узнать передатчиков для того, чтобы сделать соответствующий вывод по хадису. Правильно понять текст хадиса и его содержание – дело далеко не самое простое. Также нельзя применять и использовать хадис, не ответив на следующие вопросы. Полностью до нас дошел хадис или частично? Хадис передан дословно от непорочного или передан его смысл? При каких обстоятельствах был сказан хадис? Обусловленный ли хадис или не обусловленный? Противоречит ли Корану или нет? Отмененный или не отмененный? Озвученные выше факторы очень сильно влияют на правильное понимание хадиса. А это значит, что для правильного понимания хадиса человек должен быть знаком со всеми преданиями по данной тематике. И должен уметь правильно понять суть, которую в итоге хотел донести до нас непорочный. Лишь только увидев один хадис, который, возможно, является одним из тысячи по конкретной теме, нельзя делать выводы и вносить решения. Наивный считает, что факта ознакомления с содержанием одного хадиса для этого достаточно. Непорочные жили много лет тому назад. И все их высказывания на то время записывались и передавались из поколения в поколение. Однако надо учитывать, что на протяжении всех этих долгих лет их сопровождали враги, ненавистники и так далее. Были люди, которые умышленно искажали их слова и добавляли от себя. И все это подтверждается хадисами от них самих. Также надо учитывать, что среди передачиков были лжецы и неизвестные люди, которые с легкостью могли соврать и наговорить. Исходя из всего этого, разум человека говорит, что ты не можешь просто взять и принять любой хадис и доверять ему. С той целью, чтобы определить качество передатчиков и отличить лжеца от правдивого, была составлена наука риджаль, необходимость которой очевидна. В итоге человек в первую очередь должен убедиться в достоверности хадиса, только потом начинать делать из него какие-то выводы. Также можно отметить, что среди передатчиков зачастую есть люди других течений и направлений. И очень часто непорочные отвечали им в положении «такые», то есть не говорили им то, как дело обстоит на самом деле, скрывая истину по разным причинам. Это значит, что в основном от них доходили недействительные законы, так как они передавали то, что им было сказано. Так мы понимаем, что как минимум наука риджаль нужна для того, чтобы определить течение передатчиков и понять, могли ли исходить слова непорочных от тагия перед представителями других направлений. Тот факт, что самими сподвижниками непорочных были написаны книги по данной науке, ясно свидетельствует о ее важности и необходимости. Также есть много других причин, но мы остановимся на этом. Четвертая наука – наука Усуль. Данная наука является самым главным инструментом для тех, кто хочет вывести законы шариата из Корана и Сунны. Без этой науки он подобен знающему плотнику, не имеющий инструменты для своего дела. Итак, чему же конкретно учит наука Усуль? Данная наука обучает тому, что должен делать человек при противоречии двух достоверных преданий. Что должен делать, если нет аятов и преданий по той или иной теме? Как должен обращаться с обусловленными и необусловленными хадисами и аятами, общими и частными, ясными и двусыстными? На что указывает повелительная форма глагола в аятах и хадисах? На обязательность или на желательность? На что указывает запретительная форма глагола? На запрет или на нежелательность действия? Указывает ли на запрет того или иного действия, когда непорочный проклинает за его совершение? Не поняв вышеупомянутое, человек никогда не сможет правильно понять закон. Он будет искажать его непомерно. Существуют и другие науки, которые также важны, но мы остановимся на этом. Давайте мы приведем наглядный пример, чтобы для вас было легко понять, о чем идет речь. Представьте, что человек хочет понять шариатское положение татуировок. Запрещено ли набивать тату или дозволено? Обратите внимание, речь идет именно о запрете с точки зрения шариата, а не этики. Он находит одно предание от имама Садыка, алейсалам, в книге «Усулю Кафи». Предание из «Усулю Кафи», обратите внимание, тот же самый предание по поводу татуировок, где пророк Мухаммад сказал, что женщины, которые набивают тату, и женщины, которым набивают тату, они проклятые самим посланником Аллахом. Итак, первое, что он должен сделать, это удостовериться в достоверности хадиса. Другими словами, обрести доверие к передатчикам, которые переписывают предание имаму Садыка, алейсаламу. В определенном случае, если он не доверяет передатчикам, то он как минимум сомневается в том, что данное предание действительно передано от имама Садыка, алейсалама. В итоге он не имеет права ссылаться на предание. Второе, он должен правильно перевести хадис, чтобы понять его должным образом. А если хадис уже переведен, то убедиться сам в правильности его перевода, потому как лишь правильный перевод становится причиной правильного понимания предания. В определенном случае, он не имеет права ссылаться на предание. Третье, он должен четко понять, что когда непорочный проклинает за совершение того или иного действия, это указывает на запрет этого действия или на его нежелательность. И последнее, должен найти все предания без исключения повествующие о тату. Вопрос, для чего это делается? Во-первых, чтобы понять, данное предание отменено или нет. То есть убедиться в том, что данное предание не отменено другим преданием. Если он не сделает это, то есть вероятность, что он сохранит отмененное предание и отбросит отменяющие, которые повествуют о действительном положении о тату. В итоге это может привести к заблуждению. Имам Али, алейхиссалам, в книге Шарху-Нахчул-Балага приводится хадис от Имама Али, где он говорит о том, что откуда исходят разногласия в передатчиках. Здесь он указывает на то, что Раджу-Люн, сами Амин Расули-Ля, шей'ан ямру бихи, сумма иннахун, наха анху, ва хувай ла я аляму. Говорит, что он слышит от посланника Аллаха, человек слышит от посланника Аллаха повеление для совершить какого-либо действия. А затем он отдаляет его от этого, но в то время как он об этом не слышал. То есть он слышал повеление, а запрет он не слышал. Или же наоборот. И в данном моменте он говорит, что это приводит к тому, что он сохраняет отмененный хадис и отбрасывает отменяющий, который на самом деле повествует о действительности. Во-вторых, чтобы понять, есть ли предания, противоречащие этому преданию или нет. Только после того, как он убедится в отсутствии подобных преданий, только тогда может ссылаться на это предание. А если есть, то должен решить проблему, иначе придет к заблуждению. Обратите внимание, в тавсиле васа аль-шия здесь передаются два хадиса, которые противоречат друг другу. В первом хадисе говорится, что идда, вдовы временного брака, составляет 45 дней. Хамсатун ва арбауна йовмен. А второй хадис говорит о том, что 65 дней. Хамсатун ва ситун на йовмен. В третьих, чтобы понять, обусловлен хадис или не обусловлен, общий или частный. О важности этих понятий мы уже говорили. Обратите внимание, пихару аль-анвар, здесь передается хадис, где говорится, что человек в период идды женится с одной женщиной. Каково положение? Они должны разойтись и никогда не могут быть вместе. То есть они, независимо от того, знал ли человек об этом или не знал, они расходятся и не могут быть вместе. Как вы видите, хадис не обусловленный. Хадис говорит о том, что независимо от того, знал ли об этом он, не знал ли об этом, все равно они должны разойтись и ни в коем случае не могут быть вместе. Но также мы видим хадис в книге Усуля-ль-Кафи, где говорится, что если человек спрашивается, что если человек поженится в период идды, они больше не могут быть вместе. Это в том случае, если он будет знать об этом. То есть этот хадис, он сужает смысл предыдущего хадиса. В итоге мы понимаем, что первый хадис на самом деле является обусловленным, хотя на первый взгляд он был не обусловленным. Как вы видите, не все так просто, как оно кажется. Для того, чтобы уметь понять законы шариата, нужно как следует потрудиться. И то не всем это удается, тем более уж тем, кто только на языке что-то знает и умеет. Как же было бы справедливо, если каждый занимался бы своим делом. Теперь обратите внимание на то, как это делают противники ученых, так называемые ахпариты. Они утверждают, что делают татуировки запрещено, ссылаясь на следующие переведенные на русский язык предания от посланника Аллаха. Аллах проклял того, кто делает татуировку и того, кому делают татуировку. В чем заключается ошибка этих людей? Первое. Следует переведенному преданию, не убедившись в правильности его перевода. Второе. Следует преданию, не убедившись в его достоверности. Третье. Утверждают о запрете, не убедившись в том, что проклятие указывает на запрет. Четвертое. Следует не убедившись в том, что предание не отменено. Пятое. Следует не убедившись в том, что данное предание не противоречит другое предание. Шестое. Следует не убедившись в том, что данное предание обусловлено или не обусловлено в действительности. Вот именно таким образом эти люди издают фетвы, искажая шариатские законы и призывают всех следовать за ними. В целом очевидно, почему эти люди выбрали именно этот путь. В этом пути не нужна кропотливая работа с Кораном и с преданиями. В этом пути человеку не нужно жертвовать своим временем и силам. В этом пути не нужно даже учиться и стараться. Можно целыми днями, просиживая дома, на работе, в чайных, в кальянах и так далее, издавать фетву. Разве разумно выбирать первый путь, когда есть второй?